13-й Международный Конгресс Рыбаков хоть и демонстрирует достижение отрасли, но звучат на нем тревожные нотки и проблемные вопросы. Главная тема форума – рыбная отрасль, новый этап развития. И сбор представителей рыбацких предприятий и организаций посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбную отрасль страны в следующие 15 лет, хотя накапливается критическая масса вопросов, которые требуют оперативного вмешательства. Открывая пленарное заседание Конгресса, временно исполняющий обязанности губернатора края Олега Кожемяка, сам не понаслышке знающий проблемы рыбной отрасли, говорит о договорном разрыве, когда остаются незаключенными договоры по выделению квот и что может остановить рыбный промысел в декабре. Федеральным органам власти надлежало бы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию. Нельзя допустить, чтобы государства, бизнесы, в первую очередь люди, как работники отрасли, так и покупатели рыбы по всей стране пострадали от этого права упущения. Но еще больше главу края беспокоит то, что цены на рыбу в рыбных регионах Дальнего Востока запредельно высоки. Ассоциация должна думать о том, как соединить промышленную добычу государственных ресурсов, нужно сразу указывать на это. И возможность населения получать эту рыбу по доступной цене не в ущерб предприятию. Но сегодня же она идет на экспорт, она идет через перекупщиков, никто не контролирует цены на конечном уровне. Я ее сегодня зачитывал, эту цену. Это же, в общем-то, ни для кого не является не ущербным для предприятия, но для населения это неподъемно. Кожемяка также ставит вопрос об эксплуатации причалов через московский НАЦРыбресурс, которому безразлично, какие грузы переваливаются через них, и прибыль от угля оборачивается экологическими бедами для местного населения. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук поддерживает предложение Олега Кожемяка о правиле двух ключей, при котором местные власти получают право согласовывать договоры аренды причалов при контроле за содержанием грузооборота. Конгресс рыбаков ставит серьезные вопросы, и, как слышно в кулуарах, итоговая резолюция может оказаться совсем не той, что существует в проекте. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.